Итак, ребята, всех приветствую. Продолжаем наше прохождение. Итак, посмотрим, что нам скажет этот товарищ, с которым мы тут благополучно соседствовали целую ночь. Видишь, вон там цветной дым? Это груз для Хансона сбросили, скорее всего. Угу. Так, и чё? Можешь забирать! Я туда всё равно не полезу. Ты не хочешь лезть или скрываешь от меня что-то? Как я туда заберусь на одной ноге-то? Спасибо за наводку. Может, посмотрю, что там. Без проблем. Так, это опять про тачки. Нам не интересно. Транспортная компания. Чего? Воспользуйтесь услугами адской доставки, чтобы сделать приятный сюрприз тем, кого любите. Наши мастера создадут уникальный подарок специально для самого близкого вам человека. А курьера бережно доставят его по адресу. Цена приятно удивит. Ну, пусть будет, давайте. Заказать модель за 200, заказать букет. Ну, пусть какая-то модель будет. Спасибо за участие в акции. Мы приступим к выполнению вашего заказа. Выберите модель автомобиля. Мятный зелёный, у него новокрасный. Ой. Ну, пусть нежно-серебристый будет Порше. Так, веди сообщение для открытки. До сих пор вспоминаю, как переплелись наши сенсорные отклики. Это была незабываемая поездка. Ну, пусть это будет тоже. Так, Панам Палмер. Панам привет. Привет, привет. Для тебя я всегда свободна. Могу приехать в гости. Блин. Ну, сейчас-то я не могу. Очевидно. Так, задание-то нам не выдадут для того, чтобы туда забираться, да? Спящий агент, трасса бесконечность. Ой, чё всё прыгает? Почитать сообщения. Привет, если ты сейчас куда-то едешь, паркуйся. Отвечай на сообщения с рулём опасно для здоровья. Меня зовут Джим Джарри. Помнишь такого? О, у большинства моё имя ассоциируется с визгом покрышек. А, ну мы, скорее всего, уже... Это прогонки. Это тоже что-то старое всплыло. То, что там патчи подправили, там, какие-то недо... Недоотправленные сообщения. Угу. Странно, что у меня это вообще в отдельный квест вы... О, а он чё, исчез уже, что ли? Мм, интересно. Мм, очень интересно. Так, в общем, вот эта штука у нас не выбралась в отдельный квест. Понятно. Ещё мне очень интересно, могу ли я вернуться сюда, потому что... Мм, там я не доделал квест. Ну, как, типа квест, да? С... Этими, как его, господи. О, ещё одна карта Таро, кстати. Не доделал квест про... Мм, где нужно собирать детали. Для робота, который не работает. Я-то думал, что там просто дальше можно будет это всё сделать, но... Нет, оказалось, ничего подобного. Так, о, второстепенное задание здесь ещё есть. Но это мы тоже сделаем. Обязательно. Ну что, полезли наверх тогда. Это как-нибудь по карте у меня хотя бы отмечено. Ничего подобного, как будто бы... Ну, то есть, условно, нам, типа, просто куда-то сюда. Дальше сами разбирайтесь. Чё там? И в Доктауне? Надо же, и здесь я буду работать со своим лучшим наёмником. Я же, вроде, всего один заказ для тебя выполнил. Уху. И не забудь про захватывающую историю о гаитянцах, нетранерах и животных. Без меня тебе не удалось бы связаться с вудуистами. Я твой личный поставщик приключений. Теперь и в Доктауне. То есть, мы, наконец, встретимся лично? Я не могу дать чёткого ответа. Но могу пока что предложить тебе работу. Надеюсь, ты согласишься. Погоди секунду. Не знаю, как ты проник в Доктаун, но явно не через главные ворота. В любом случае, это не важно. Я сделал для тебя пропуск на будущее. Твоё имя и фотографию внесли в систему. Поэтому теперь ты можешь пересекать границу, когда пожелаешь. Я буду на связи. Мистер Хэмс, вот этот, наверное, да? Не звони мне со всякой ерундой. Я говорю только по... И говори только по делу. К слову, у нас тут улицы, как в Европе, довольно узкие. Это хороший повод сделать себе полезный подарок и пополнить свою коллекцию. Опять он. Со своими тачками. Понятно, ладно. Да. Когда мы увидимся? Я имею в виду лично. Возможно, никогда. Возможно, завтра. Когда это будет абсолютно необходимо, не раньше. Вижу, друзей ты не ищешь. Ви, я предлагаю тебе то, чем не обладает ни один друг. Честность всегда и во всём. Говорят, твоим районом заинтересовался сетевой дозор. Понятия не имею, о чём ты говоришь. К сожалению, то, о чём я не имею понятия, беспокоит вудуистов. Причём настолько, что энергопотребление района сократилось вдвое. Ты волнуешься за вудуистов? Мистер Хэнс у нас, оказывается, альтруист. Я в первую очередь волнуюсь за статус-кво. Меня тревожит, что кто-то сеет хаос в моём районе. Это вредит бизнесу. Ладно, мне пора. Мне тоже. Время в деньги. Опять подарок. Ну, чё, мы вроде всё сделали. Да, по нам Палмеру, типа, куда отправить всё. Я не дописал сообщение, что-то продолбился в глаза. Ну, давайте подтвердим встречу. Я, может, за кадром сбегаю к ней. Не вижу смысла, как бы сейчас на это, конечно, время тратить. А туда можно зайти, интересно? Не то, чтобы мне сильно интересно тут изучать кучу локаций. Вообще не думаю, что здесь есть что-то интересное. Всё-таки, как бы, будем честны, что это DLC. И качество проработки, конечно, вызывает вопросы. Ну, по крайней мере, так на берегу кажется. Так. Ну да, он мне больше не подкинул, благо, никаких заданий. Так, в смысле, добраться до закусочной. Спящий агент, подождите. А это чё? Жилой комплекс. А, всё. Это вот надо навестись просто было нормально. Это точка для перемещения. Заказ. Здесь можно выполнить заказ для фиксера, который даст вам деньги, репутацию и доступ к другим заказам. Угу. Тут. О, мистер Хэнн, чтобы получить новые заказы, продолжайте ознакомиться с песним городом. Угу. Ясно, понятно. Попробуем ещё всё-таки на этот стадион пробраться. Чтобы там доделать наши дела делюганские. Так, и чё, и где красный этот... Ммм, дым. Он же был, типа, где-то... А, о! Ого! Чё-то я... Это как бы... Подождите. То есть он где? Где-то там вообще? Ё-моё. Дела-дела. На кой я тогда сюда лез, извините меня. Отсюда его уже не видно, кстати. Ну, ничего страшного. Мы сейчас выйдем на открытую местность. Прими участие в столкновении. Впервые на нашей земле за миллион лет Мистер Кипер и Приват Пресс играют... Понятно. Играются для Радиоимпульс. О! Какой-то робот. Мама! Уберите его от меня! Да ладно? Перехожу к нейтрализации угрозы! Нормально. Блин, а ещё этот автомат, он... Нискорострельный ни хрена. Кромному сожалению. Так, нам вон туда как раз-таки. Как туда забраться? Вон лифт я вижу. Мне, наверное, пушка нужна. Одна пушка не поможет. Надо вести себя, как будто ты тут главный. А то тебя за дерьмо считать будут. Сразу идут нормальные лифты, которые ездят намного быстрее, чем те, которые... Только мы до этого там катались по этим разрушенным домам. Что-то за суета. Там уже кто-то выясняет, кому эта посылка достанется. Ура! 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 Так. Даже роботу придушили. Дела-дела. Перебили они тут всех. Окей. А что там поизучать можно, ну-ка. Угу. Например, вудуистов. Можно его обшмунать, наверное. Так. Я отследила еще один груз. Айо знает, что ты воруешь у Баргиста? А ты когда крепости Милитеха взламываешь, тоже спрашиваешь у Айо разрешения? Мои крепости никого не касаются. Никого? Думаешь, если тебя засекут, на вудуистов не выйдут? Сов, не переводи тему. Рано или поздно Баргиста тебя выследит. Даже если нет, я боюсь подумать, как отреагирует Айо. Но тренерство точно придется забыть. Так, это второе сообщение. Это где у меня? Я же два сообщения подобрал. Попробуй сейчас найди, блин. Какие я там это подобрал, какие нет. Так. Создание параметра. Нет. Я вообще не помню, где они хранятся. Наверное, в журнале. А, да. Вот. Нет, подождите. Это по этому заданию конкретно, что я нашел. Или это вообще все сюда закидывается? Ну вот хрен его знает. Фух, ну ладно Ну так сложно было вас обойти А, вон где Вон оно где Угу Субтитры сделал DimaTorzok Тихо, тихо, тихо Я с вами двумя-то легко уже справлюсь Тихо, 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 друг У вас там двое, да? Выходи, поиграй Готов Вот и все Пушки ваши на переработку забираю А где совсем ничего нету? Так, ну ладно А, нет, какой-то лежит Вот написано сломано Так, раз подключаться нужно будет, лучше сохраниться Что-то мало ли Ух, ё А, ну вроде не сложно, так, БД 55 7А А, 1С нету Так, так, так Ничего Сейчас сначала попробуем Еще разик Так, че там, БД, БД БД, БД Изи И че? О, тихо, как навестись? Ну, ну Кайфово Баксеры баксов А че там за штука-то? Я текст подобрал еще какой-то Ну, как мне почитать? Ммм О, мы еще и прокачались Ну-ка Ммм Ммм Вот это берем Что еще? Что еще? Ммм Блин, все равно вспомнить бы как Может в журнале они где-то лежат Блин, ну в упор, короче, не помню Ладно, жаль Давайте тогда остатки тут Этих товарищей потрогаем Все, со всех соберем Переработаем Вроде бы все собрали Готово Комбинезон нафиг не нужен Какой-то там Вот у има оружия Не пойми какого Туда его Туда Так Двухствольное ружье Где мой дробовик? Вот попробуй, да Теперь вспомни Так, ну штурмовая винтовка Точно разбирается А, вот у меня дробовик Используется О, у меня аж 403 Хо-хо До свидания А, так Ну это снайперка моя Все, вниз Едем спокойно Где у меня? Попа Попытаемся тогда сейчас На рынок снова Пройти И она говорит Типа Я живу одна Ну мы приехали Все супер И тут Опа Входит ее мать Входит ее мать Мы тоже, кстати, слышали Где-то в начале Это дополнение По-моему, как раз-таки Да, на рынке Так, почтомат Вот давайте К карте Торос Ходим Как бы ее на карте-то Отметить О, супер Из 70 метров Понимаешь, в доктауне что-то есть такое душевное Как будто башня Настоящее Тихо Да не говори В сети одни позера Меня не было неделю А этот козел уже кого-то нашел В моем месте Ты все равно Не на видишь 20 метров Да еще что такое Как будто башня от танка Или тачка какая-то Ну, значит, не тачка А робот какой-то Конечно, на машине было бы, наверное, быстрее Но так сойдет Уходи Пока не поздно Что? Мистериум Эль Марк Пролос Ладно Там и что-то Замесы какие-то Свои мне не особо интересны Ха Отлично Так Король жезлов Король жезлов Это карта расчета И неординарных идей Она символизирует человека Который объединяет людей вокруг себя И вдохновляет тех, кто считает Кого считают друзьями Его враги быстро понимают Что имеют дело с сильной Импульсивной личностью Способной нарушить клятву И совершить любую низа Чтобы добиться Свои цели Что еще Что еще Заказы есть Давайте Заказы пока Повременим А вот сюда Сходим 750 метров До сюда Предлагаю ехать На машине Подайте Ко мне Пожалуйста Пусть Мотоцикл Будет Вообще Не важно Не надо Не надо Нам таких Приколов Спасите А Не-не-не Дальше едем Чуть-чуть Мимо Держит у нас Вход А Ну вон там Судя Он мне Через парковку Предлагает Зайти Может Через главный А Даже Это и так Главный Просто я Ладно Так долго Слишком Все нормально Все правильно Идем Расслабься Чувак Я все забуду Ты продашь Вот мы и здесь Давайте Снова Сходим К этому Товарищу Хотя Может У нас на карте Так что-нибудь Подсветится Нет Тачки О Слушайте Так здесь Сюда Переместиться Можно было Здесь Вон есть Точка Быстрого Перемещения Так Вот это Я помню О Сейчас бы Найти тебя Конечно В телефонной Книжке Твои сообщения Что там Сфоткать Надо было Для тебя Ой А как Он назывался Этот чел О Ё-моё У него какое-то странное имя там было Блин Ты получаешь В панель А мы потом Делим Компенсацию Привет Как бизнес А вот Вот сюда Нам надо Он здесь У нас Да Да Проблема Можно сказать Протокол Сос Данные Повреждены Ага Ясно Блин Что-то боюсь Что я уже Сейчас Ничего Не найду Попробую Погугли Сейчас Быстрым Насчет Этого Андроида Может Что-то Найду Так Я нашел Его сообщение Он подписан Как 1R Что-то там Сейчас Буду Вспомнить Какое В каком В каком Порядке Они идут Очевидно 0.03 Нам надо Найти Какие-то Патроны Изображены Блин О Подождите А если Попытаться Все-таки По имени Его поискать Может я так Найду Да Я так смог Найти Это я знаю Где Идем В следующей Локации Она Где-то Здесь Да Вот Здесь Где-то Должна Быть Сейчас Найдем Сейчас Найдем Вот Вот Здесь Готово Эрвин Кирш Зловещий Когда-нибудь Ты подрастешь И поймешь Значение Этого слова Оно Не значит Оно Не значит Да Ёб твою мать Оно Не значит Ничего Хорошего Надеюсь Ты найдешь Силы Простить Тех Кто Описывает Тебя Так Или Еще Хуже Какое Им дело Что ты Сделан Из Металла В наши Времена Даже Те Кто Покинул Лона Матери Превращаются В Киборгов Твоя Наиронная Сеть Была Взрощена В том же Океане Данных Которые Формируют Сознание Людей Плот Ничем Не Лучше Хрома Их Ты Ничем Не Хуже Так Теперь Идем Дальше Эту Локацию Надо Найти Интересно Где Это Уже Блин И так То Просто Твердое Тело Для Твердого Я Сам Себе Электричество Провел А Через Терем Такое Ярко Зеленое Место О Ну И жесткач Что за Туда Не залезть Ладно Блин Где же Где же Держи Это Блин Похоже Что То Нанюхалась Пока Мы Рисовали До Сих Пор Не Отошла Да Я Каждый Раз Дня По Три Лежу Где Это Может Может Быть Блин Похоже Что Будет Здесь Должно Быть Среди Коробки Ну Да Слушайте Коробки Похожи По-любому Туда Надо Так вот Как Нужно Лезть А Вот Сюда Все Оказалось Ты еще раз Проще Чем я думал Так Что еще Сейчас Прочитаем Ладно Ладно Давиду дело До конца Я Знал Что Этот День Придет Но Оказался Не Готов К Нему Я Должен Отпустить Тебя В Свободное Плавание Ты Будешь Исполнять Желание Гнустых Людей Находясь В плену Этой Скорлупы На Которую Обрекла Тебя Материальная Необходимость Но Разве Не Такова Участь Всех Людей Я Не Знаю Какой Будет Твоя Судьба Баргист Отказался Рассказывать Об этом Но Что бы Тебе Не Пришлось Делать В жизни Постарайся Сохранить Себя Меня Мучит Мысль Что Я Оставляю Тебя Слишком Рано Тебе Еще Предстоит Познать Растерянность И Тоску Почему То Чего Ты Еще Не Научился Выражать Надеюсь Чья Нибудь Милосердная Рука Направит Тебя На Верный Путь Что То Минтфак Ищем Что То Фиолетовое Не Знаю Может Дальше Где Минтфак Какой Круто Что Ты Согласилась Прийти Так Много Лет Прошло Даже Не Знаю С Чего Начать Ничего 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 Я Никуда Не Прошу Настоящего Мяса С кровью Бойня Пробуди Свои Инстинкты Ой Приходи Ко мне Завтра Откроем Попросив Посмотрим Какую Нибудь Чушь Ничего А Такого Ни Кажется Ничего Ничего Заходили Сюда Как же Я устала Всю ночь Не спала Чебя Ничего Я Постаюсь Фиолетовых Мест Пока Не Вижу Здесь Чингада Мадре Ой-ой, сорян. Туда, они вряд ли туда. Ничего не отрисовалось нам, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok Притормози! Ничего похожего не вижу. Видимо, придется снова в подсказке подглядеть, потому что так мне не сильно понятно, куда мне нужно здесь двигаться. Так, все, разобрался где? Да, не ожидал, что там это будет, но пойдемте. Я сразу понял, что это именно то место, когда посмотрел на подсказку. Зачем там копов? Привет, как бизнес? Они этого дрона поджарили до углей. От него вообще почти ничего не отрисовалось. Вот, нам сюда. Эй, какого хуя, а? Сначала с него данные. Кое-что повредилось, но не очень много. Не дотягиваюсь. Ты меня лучше не зли! Во. Все, покинул, правда. Ёбаный в рот! 70% настоящего мяса с кровью. Бойня! Тут куча данных, симметрические, блочные шифры. Никакой защиты, но мы что-нибудь придумаем. Так. Я лучше установлю. Все самое хорошо. Будет проще исправить, если кто-то что-то глюкнет. Все, он нас ждет. Ну, пойдемте. Так. Стоп, пробежал. А теперь я с ним. Че? Во. Ну, стоит уже, ждет нас вовсю. Так. Что у нас тут? Сынок, это Эрвин. Ответь, пожалуйста. Мне стоило бы... Мне стоило бы тебе написать. Я наверняка подвергаю риску на собоях, нарушая условия контакта, но я не могу просто забыть о тебя. Чем больше думаю, тем больше боюсь от того, какую роль уготовил... Уготовили тебе мои наниматели из Баргиста. Когда мне предложили создать пластичный саморазвивающийся интеллект. Восторг затмил во мне тревогу и заставил забыть о том, что в конце концов я продал тебя в рабство. У меня уже нет доступа к твоему передатчику, поэтому тебе надо выслать мне свои координаты. Я заберу тебя оттуда. Ты заслуживаешь лучшей участи. Вход пользователя Мерфи. Соединение установлено. ТТТ. Так, отказ. Ошибка тут и сюда. Ты закоротил его, что ли? Да, он сам себя закоротил. Да, стойте! Блин, не хватает единички. Ты закоротил его, что ли? Да, он сам себя закоротил. Жег блок питания. Нихуя себе, это как? Я ему приказал ликвидировать Кироша. И запустился какой-то скрытый алгоритм. Ботан, ты не придурок. Ну тогда сами его уберем. Давай, собирайся. А с роботом что? Потом вернемся к нему с техником. Может что-нибудь еще вытащим из него. Угу. Ну то есть можно его перепрограммировать. Но для этого нам нужно больше интеллекта. Аж 15. Сколько нам там до следующего уровня-то? Ну типа прям дохера или... Что это значит? Я просто не до конца понимаю. Но учитывая, что мы конечно недавно уровень получили. Запросто может быть еще и дохера. Там. А может какой-то хавчик мне повышает интеллект чисто невзначай. Ну типа, а что вдруг? Всякое же может быть. Увеличивает объем памяти кибердеки. Выносливость. Грузоподъемность. Скорость передвижения. Выносливость. Угу. Слушайте, как будто бы нет. Не вижу ничего такого, чтобы нам повысило интеллект. Ну так, полистав буквально чуть-чуть. На выносливость, на размер здоровья. Вижу всякую там херобору. Да, видимо придется отложить пока это мероприятие. Но сам факт, что такая возможность у нас есть. Окей, давайте выполним тогда конди с второстепенных заданий, прежде чем двинуться по основному квесту. Да, без разницы, куда-нибудь выйдем, я думаю. Что-нибудь, не знаю, ну вот это не уверен, что хочу брать. А вот такие заказы я бы посмотрел. Там, наверное, просто какая-нибудь мясорубка неинтересная. А, там нам не выйти самое что-то интересное, да? Понятно. Вообще, конечно, вряд ли тут имеет какой-нибудь терпический смысл перепрограммирование этого робота или вообще там что-то с ним сделаем. Ну, не думаю, что это как-то роляет на дальнейшее происходящее, но хочется все-таки попробовать его спасти. Должно получиться что-то интересное. Ну, хотелось бы верить, конечно. А для этого нужно ходить, качаться еще дофига, дофига. Ты ебанутый, нет? Это я, да. Сюда нельзя, разворачивайся. Все-все-все-все, я ушел и не знал, что это такое место. Предыдущий владелец ездил на ней только по выходным и только... Это вы уже за мной охоту объявили? Нет, главное не за мной. Пожалуйста, нет! Эй, поздорожнее тебя! Нет, это свои, короче, и люди. Так, нам наверх. Ну, я, кстати, увидел там, что пешиком можно забраться по лестнице. Только подойди ко мне еще! Я не знаю, не знаю. О, еще одна посылочка. Ну, давайте заберем ее, раз уж мы здесь перебьем всех этих товарищей. Ух, их прямо в лоб придется бомбить, а! Ну, там еще и этот. Меня ранили! Я хотел на него прыгнуть, но что-то не прыгнулось. Я готов. Я готов. Да, слушайте, не просто сюда будет пробраться. Я готов. Конечно. А если снизу, там, сбоку зайти? Хм. Ну, типа в супер теории их можно обойти по низу. Странная оптика. Класс. Ну, прямо в лоб-то я точно к ним не пролезу вообще никак. Самое уничтожение. 28 может надо. Разгон, торможение. Блин, на тачку столько прикольных этих штук. Ой-ёй. 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 Хм. Дела-дела. Он меня не заметил, да ладно. Тебе меня уговаривать не придется. Тяжелая артиллерия. Тяжелая артиллерия. Всё в укрытии, я втрою. С флангов заходи. Выдвигаюсь. Граната. Стреляйте! Гранат. Так, снайпера убираем в первую очередь. Да-да-да. За что вам вообще платят? Ну, вылазь. Трое осталось в власти. Готов. Так, ну давайте тут всё запылесосим. Тут даже какие-то живые остались. Ничего себе. Какая-то снайперка. Надо будет сейчас изучить. Да, реально есть парочка живых даже. Так, а тут что за красный? Подожди, тут какой-то чувак мельтешит. Ты получил груз? Ромео. Поговорил с чуваком, груз у нас только... Только он на его машину приземлился. Да ладно, прикинь. Сам посмотри. Ничего себе. Такой херни ещё не было. Непонятно. Ну давайте ещё распиливать груз. Так. 55 у нас. 1С7А. Всё. Супер. А, это чипы, а не эти, господи, у них просто изображение как у этих, господи, как его, па-па-пам. Вот, как у инструкции вот этих всех. Ну, короче, понятно. Понятно, понятно. Информация для пилота, доставляющего груз. Контейнер нужно сбросить в безлюдном месте. В нём боевое снаряжение. Поэтому весит он существенный. Двигатели, скорее всего, не смогут особо замедлить падение. Возможно, сильный удар об землю. Ясно. Давайте что-нибудь ещё продадим. Ух ты, какой заряженный револьвер. Пистолет, пулемёт, хранитель. Нафиг. Как-то лёгкий пулемёт. Ну, короче, всю зелень можно сразу же разбирать, даже не смотреть. Так, а вот снайперская винтовка... Ага, а это моя снайперская винтовка. Нет, подождите, вот это. Урон 173. Давайте-ка посравниваем. Вместо добровика её возьмём. Вот это урон значительно больше. Ну да, это моя дефолтная. Ну да, это моя дефолтная. Сохраняемся. Пойдём посмотрим. Блин. Ну, кстати, да ё-мое. Статья готова к печати. Какая? Ну ладно, круто. Вообще не понимаю, чё такое. Мяу. Если вы не хотите... Если вы не хотите, чё... Так. Индир бораться не первая и наверняка не последняя жертва вудуистов. Интересно, что банда шантажерит исключительно корпоративных инженеров. Нетран... Нетранер сделали Индире предложение, от которого нельзя отказаться. Сотрудничество или смерть. Она решила выбрать третий вариант и позвонила мне. Вудуиста, который грозится взломать её лёгкие, зовут Милка. Алексис, убеди её, остави девушку в покое. Ага. Ну понятно, короче. Очередные задания на выпиливание всех и вся. Эм... Хороший вопрос. Да. Заказ. Лес рубят, щепки летят называется. Ну ладно, давайте. Будем делать всё это хозяйством. Себе отметил. Поминали. Попасть на базу вудуистов. Угу. Угу. Потому что вы косты 나오ли! Угу. Нет, здесь будет дах... Угу. И вот он и из. Угу. 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 В stärки. Тихо-тихо-тихо. Вы меня не видите. Тихо-тихо-тихо. В следующий раз. Все. Готово. Попали на базу. Ах, ах! Ну ладно, угу. Готово. это что за хуйня мы тебе платим чтобы исследовать новый хром ты был в курсе это говно даже ломать не надо, оно уже сломано готово еще готово что-то они тут все спиной ко мне сидят такие доверчивые давай-ка тебя к другу твоему отправим вместе там полежите компоненты твою мать может попробуем все это толстануть и тут получится так сразу камеру вырубаем ага ясно тихо 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 наверное бы мне тебя успокоить тихо но тебя убираем но тебя убираем супер и даже не спалились Тихо, 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 тихо Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо Тихо, 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 тихо Нет, ну ты подумай Вот есть пёси город, есть водисты, правильно? Как так вышло, что у нас есть две разные бригады И обе сидят в спа? Хватит уже называть их спа Там, по факту, курорты и вообще На пик луксоры Не инвентайт, в итоге не открылись Так что вся твоя история высосана из пальца Ну тогда слушай, слово SPA это же сокращение от латинского Sanctea Sper Acum, то есть здоровье посредством воды. А вода в твердом состоянии это что? Лед. Мы ложимся в ванны со льдом, когда выходим в сеть. SPA, вода, лед, ванны, все сходится. А у нас еще ледоколы есть. Вот именно, теперь понимаешь? Класс. Мне кажется, я просто круг большой сделал. Нужен еще хром срочно. Лобная доля системы КВ-обращения. Какие найдутся. Я же вам только что привез 5 полных ящиков. Я по-твоему введу журнал учета? А я по-твоему с уру имплантами? Они все со склада для рекрутов Боргеста. Если техника будет исчезать такими темпами, меня раскроют и подвесят за яйца. Надо было волноваться о своих яйцах, когда эти шавки тебя вербовали. Теперь уже поздно. Ясно. Серьезно, он даже не заметил. Нужен еще хром срочно... Да, мы только что это читали. Класс. Так-так-так, что у нас тут? Погоди! Не стреляй! Я тут по делу. Ты ведешь дела с вудуистами? Ага. Ну, то есть, после того, что ты устроил, они точно сменят поставщика. Вудуисты теперь не ставят импланты у риперов? Эти импланты не для установки. Они с ними эксперименты проводят. Расскажи, что за исследования имплантов они проводят? Не знаю и знать не хочу. Без того проблем хватает. Знаешь, милка Алексиса из вудуистов? Ну, слышал про него кое-что. Чувак из сети практически не вылезает, а все вокруг него на цыпочках ходят. Крутан какой-то, наверное. Где мне его найти? Ты меня не спрашивай. Мне проблемы не нужны. Как раз 12 единиц у нас есть. Говори, иначе башку будешь как пазл собирать. Я тебя не боюсь. Ай! Ёбнутый! Сука! Не по носу же! Знаешь, как больно. Будешь говорить? Ладно, ладно. Только не бей больше. Вот эти импланты, да? Вудуисты их почти все разбирают на части. Ищут всякие эксплойты. И взламывают. Остальное ставят в старых роботов. Рабочих почти нет. Но один у них прямо неплохо вышел. А зачем им эти роботы? Ну как зачем? Включи голову. Если этот Милка такой важный, ему нужна круглосуточная охрана. То есть ты помог вудуистам собрать армию. Ты должен знать, как ее победить. Метко стреляешь? Более-менее. Ха! Вудуисты держат своих роботов в какой-то серверной. Я перегружу дисковые массивы. А ты? Ты херач по серверам. Пока они не взорвутся. Жахнет такой импульс, что у этих жестянок все контакты поплавятся. Ладно, свободен. У меня еще куча работы. Ого, рад за тебя. Сильно понятнее не стало, что делать, но да ладно. Ну-ка, ладно. Так. Да ладно. Хорошо. так ничем не отличаются ничем не отличаются там какая-то штука работает снаряга ну вряд ли она, конечно, лучше того, что у меня есть ключ от склада мы вроде не носим льяные рубахи и цветочки в волосах, а ведем себя все равно как в ебучей хипарской коммуне я тут узнал, что фигурист вам даже ключи дал от нашего склада в инвентайде а что такого, он просто дал понять, что вы нам доверяете, или хотя бы делайте вид, типа, вудуисты едины друг за другом, пусть порвут и так далее, а у меня ведь другой вопрос, почему вудуисты есть, а вудуисток нет не соскакивай с темы, передай лучше своим СПЛ если они хотят что-то взять с общего склада, сперва пускай спросят нас если фигурист вам доверяет, значит он или слепой, или тупой ну как бы, он и есть слепой класс там какая-то жесткая шайтан машина стоит короче, мне на какой-то склад надо а, это дрон летает понятно отсюда я пришел куда-нибудь сюда утащим куда-нибудь сюда утащим идиот 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 Катана с улучшениями хуже катаны без улучшений. Пробивание брони. Хотя фиг знает почему так. Может сюда? Нет, опять я здесь. Может здесь где-то пройти надо, а я просто чуть не... Не сразу это понял. Вон там я был уже. Попробую все-таки туда сходить еще. Блин, я здесь был. Черт. Да где он здесь? Из комментариев этого чела мне не стало понять, мне что нужно делать, чтобы тут это произошло что-нибудь. О, хотя подождите. Активация системы защиты. Активация системы защиты. Сто процентов. Все прямил кричелики. Активация системы защиты. Продолжение следует... Продолжение следует... Обнаружено присутствие живого организма. Запуск процедуры эвакуации открытия аварийного выхода. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты же не хочешь, чтобы ему тоже перепало? Этот Нитранер шантажист и убийца. У меня на него заказ. Милка не самый законопослушный человек. Но решение принимает не он, поверь мне. Алан Ноэль, агент сетевого дозора. Специалист по борьбе с оргпреступностью. Думаю, мы с тобой сможем договориться. Впервые слышу, чтобы агент дозора отказался от костюма тройки и пошел играть в гангстеры. Мы много раз пытались завербовать кого-то из банды. Чего только не предлагали. Ни один не согласился шпионить за остальными. Алан, мне плевать, что ты агент дозора. Будешь стоять на пути. Я тебя подвину. Дай мне хотя бы отключиться от Милка. Хорошо. Только без резких движений, а то пристрелю. Так-то лучше. А теперь послушай. Ты пока не можешь убить Милка. Попробуй мне помешать. Я уже не первый месяц сижу в этой норе с толпой троглодитов, чтобы выйти на группу убийц и шантажистов, к которой принадлежит Милка. Для этого мне надо найти того, кто дергает за ниточки. А зачем тебе Милка? Он сливает данные. Когда он выходит в сеть, я подключаюсь и стараюсь выяснить, кто дает ему инструкции. Дай мне шанс. Ты понимаешь, скольких еще людей ты можешь спасти? Рапорты о жертвах приходят со всего побережья. Милка не единственный, кто работает на фудуистов. Я хочу только найти человека, который за всем этим стоит, и решить проблему раз и навсегда. Милка мне нужен. Его смерть ничего не изменит. Ты понимаешь? Для тебя они просто жертвы без лиц и имен. Знаешь, как зовут мою нанимательницу? Индира Баратца. И она умрет, если я ей не помогу. Ты не спасешь Индиру, если убьешь Милка. На его место придут другие. Думаешь, ему жалко этих терпил, которых поджаривают вудуисты? Да в гробу он их видел. Ты же не выстрелишь. Его интересует только звание работник месяца и фото на доске почета. Уж извини, но тебе придется обойтись без милка. Не делай этого! Вообще, конечно, интересно, какие альтернативные варианты развития здесь есть. Вот так вот. То есть, с этой стороны нельзя было бы зайти. Однако жаль, однако жаль. Давайте-ка погуглим, что там вообще можно было поделать по этому заданию. Может, какие-то реально прикольные альтернативы есть. Ну, в общем, ничего там особо интересного. Ладно. Честно, выполнили заказ. Ви-ви-ви. Знаешь, почему мне нравится с тобой работать? Ты всегда делаешь то, что от тебя требуется. Теперь заказчица может быть спокойна. Работа сделана. Перевод отправлен. Заказ закрыт. Ну и супер. Ну и супер. На этом тогда предлагаю закончить. В следующей серии продолжим. Благодарю всех за просмотр. И пока-пока.